Здравствуйте! Вы смотрите специальный прямой эфир. Послание президента было, стало, будет. Буквально несколько минут назад глава государства Владимир Путин обратился к федеральному парламенту с посланием. В нем он обозначил развитие страны, приоритеты, задачи на ближайшие 6 лет. И сегодня я, Ирина Белогрива, и мои гости, а также эксперты на специальной экспертной площадке в областном центре, будем обсуждать услышанное, что же каждый из нас услышал, увидел, на что обратил внимание в послании президента. Я хочу представить сейчас своих гостей. У меня сегодня политологи Елена Кичтинова и Иван Илюшин, а также Владислав Шиндяев, это юрист и политический консультант. Добрый вечер. Мы буквально в этой студии два часа, не отрываясь, смотрели на экран, на нашу видеостену, где смотрели и слушали нашего президента. Наверное, каждому из вас один общий вопрос. Вот буквально в двух-трех предложениях общее впечатление от услышанного послания сейчас. Елена, давайте с вас начнем. Я всегда считаю, что послание это такая емкая выжимка, которая отражает то, как власть вообще видит развитие страны на ближайший год. И в этом плане сегодня все было в рамках обычного, но при этом президент сделал акценты на некоторых вещах, например, на социальные повестки. Мы об этом обязательно поговорим чуть позже. Владислав, что вы для себя отметили? Ну, я бы хотел начать с того, что, наверное, люди не знают, что послание вообще проходит, это обязательная такая вещь, которая у нас закреплена в Конституции, 84-я статья Конституции. И закон о стратегическом развитии в Российской Федерации определяет эти послания. То есть то, что сегодня происходило, это не просто слова, не просто обращения или там пресс-конференция, которую мы видим от президента, а это то, что реально, то, что мы обсуждаем, то, что будет. И здесь для меня очень важным несколько моментов было. Как жители Иркутской области, патриоты Иркутской области, мне было очень приятно, что Иркутская область неоднократно прозвучала. Мы с вами даже считали, сколько с вами. Да, прозвучала именно в положительном контексте. Если говорить о структуре самого послания, то мы понимаем, что вот президент всегда проходит все свои обращения и послания по определенной структуре и всегда начинал с социальной повестки. И мы говорим, что любое послание затрагивает два момента. Первое – это социально-экономическое развитие. И второе – это национальной безопасности. В силу ситуации, которая сейчас существует у нас в стране и в мире, понятно, что вопрос национальной безопасности, он был в приоритете. И президент начал с него. Почему? Потому что для каждого из нас это приоритет, приоритет безопасности. Второе, конечно, мы коснулись огромнейшего блока. И, наверное, об этом будем сегодня много говорить. Это вопросы социально-экономического развития и различных аспектов. И здесь президент традиционно касался конкретных групп, конкретных вопросов, конкретных направлений экономики и все. Но отдельным моментом, который я здесь для себя отразил и который очень важен, это касался вопросов развития муниципалитетов. Этот вопрос наиболее актуальный. Вопросы кадровой политики, вопросы развития на местах, вопросы развития малых городов и вопросы жизни конкретных людей и качества жизни в мелких населенных пунктах. Сегодня был озвучен достаточно широко, серьезно. И президент особенно на это обратил внимание. Это радует, это говорит о том, что мы в любом случае этот вопрос тоже не оставим без внимания. И все муниципальные образования, вне зависимости от их размера, вне зависимости от их удаленности от федерального центра или областных центров, они будут развиваться. Иван? Мое главное впечатление от этого послания заключается в том, что оно было очень стабильным и оно было очень спокойным. То есть это сигнал не только нам, как общество, которое смотрело, возможно, на телевизорах, также в студии, что все идет в целом как надо. Понятно, мы находимся в достаточно непростом контексте, международном, это все мы понимаем. Но это был сигнал в первую очередь тем, кто сидел в зале вместе с президентом и слушал его вживую, можно сказать. Это сигнал в первую очередь им, что все идет по плану. И та обычность и то спокойствие, с которой президент его озвучивал, говорит нам о том, что в целом страну, в всяком случае власть не ожидает, что ждут какие-то серьезные потрясения. И на этом я бы сделал особый, конечно, акцент и особое внимание. Не только непотрясения ждет, но там и новеллы, да, президент анонсировал несколько новых национальных проектов. Там очень много касалось развития, очень много касалось непосредственно перспектив, но это в принципе тот формат обращения, который и говорит о том, что мы то, что будем делать, и это касалось стратегии до 2030 года. Для этого в начале года президент и обращается к федеральному собранию и делает это каждый год. У меня, Владислав, к вам вопрос, не вопрос, а по просьбе рассказать об истории. Вы уже говорили, что у нас это закреплено в Конституции, обращение президента к федеральному парламенту. Об истории посланий. Сколько раз? Каждый год ли они у нас? Это каждый год происходит, и это делал каждый президент. Единственное, что есть определенная специфика, она связана в принципе с личностью президента, с подходом к обращению. И мы смотрим вот о том, как делал, допустим, это Борис Николаевич Ельцин в своем обращении. И он делал само по себе обращение к федеральному собранию в формате вот такого презентации, достаточно коротком. Гораздо больше был документ, который потом появлялся и который определял стратегические вопросы. Сейчас мы понимаем, что это переросло в какое-то такое серьезное публичное мероприятие, которое предвосхищает достаточно серьезную работу. Это работа правительства, работа непосредственно с политическими структурами. И если мы, где-то президент собирает там, получается, журналистов, где-то он собирает общественников, то здесь он собирает тех людей, с которыми он договаривается и с которыми он определяет судьбу государства. То есть у нас обе палаты парламента федерального собираются, правительство. То есть собираются представители регионов, это больше тысячи человек. Это люди, которые, во-первых, с которыми все это согласовано. Во-вторых, это сейчас декларируется. Потом это все превращается в конкретный итоговый документ. И после этого, после всего, это не просто так декларируется. После этого, после всего, уже традиция сформировалась, что формируется определенное количество нормативных документов, которые определяют форматы действия, национальных проектов, отдельных поправок в бюджет и так далее, и так далее, и так далее. Начинается работа, собственно. Которые реализуют вот это вот послание президента. То есть очень часто мы видим в регионах, это касается не нашего региона, а всех регионов, когда стратегия делается, и после этого, после всего, она ложится на стол. Здесь никогда так не бывает. Здесь, вот по итогам этого послания и каждого послания Владимира Владимировича, мы видим, что в последние годы рождается соответствующее количество документов, которое потом спускается на места, и в регионах начинается конкретная жизнь. Причем жизнь, касающаяся конкретных групп людей, это прежде всего социальная политика, и касающаяся конкретных направлений. И направления эти всегда приоритетны, и это самые больные точки, которые касаются и определенных территорий, и касаются конкретных направлений. А экология, аграрная политика и так далее, цифровые технологии. У нас работает еще экспертная площадка в Иркутске. Там собрались ведущие эксперты в разных отраслях, депутаты законодательного собрания, представители власти. Там работает моя коллега Наталья Ветрова. Я предлагаю передать им слово. Наталья. У нас работает еще экспертная площадка. Да, студия. Добрый вечер. Мы действительно работаем на экспертной площадке, и здесь большим составом смотрели послания президента Владимира Путина Путина федеральному собранию. Здесь собрались и депутаты, и общественники, и врачи, и работники культуры, и журналисты. И сейчас здесь тоже идет обсуждение, но мы специально для прямого эфира прервали это обсуждение, чтобы поговорить с вами. И сейчас рядом со мной российский певец, композитор Джанко Алексей Викторович Поддубный. Добрый вечер. Здравствуйте. И Светлана Николаевна Семенова, это уполномоченный по правам человека в Иркутской области. Алексей Викторович, ну, вам первым передам слово. Скажите свои впечатления от послания. Впечатления от послания очень положительные. Это слова человека, лидера, уверенного в нашей стране и явно опирающегося на поддержку народа, на абсолютную поддержку. Это чувствовалось. Очень спокойные, без всяческого экстремизма. Все понятно, что у нас сейчас сложнейший этап, и, казалось бы, можно было только на этом сосредоточиться. Но президент сосредоточился на вопросах семьи, на вопросах школы. Что меня, как человека, очень причастного к теме специальной военной операции, уже довольно давно порадовало? И что радует наш патриотический лагерь? Что сейчас президент озвучил, а это уже теперь официально, озвучил, кто же сейчас будет являться элитой страны? Это те, кто служит Отечеству. И это очень, очень радостно. Мы теперь все можем совершенно спокойно ссылаться на слова президента и говорить, вот все, кто наворовался в 90-х годах, это никакая не элита. Элита сейчас те, кто проливает свою кровь, кто делом своим, своей службой и жизнью своей доказал верность Отечеству. И на них будет опора. Президент предложил обучение специальное для них и выдвижение постепенно их на ведущие ключевые роли в управлении государством. И это правильно, потому что сейчас действительно нужно опираться на верных Отечеству людей. Чему они, может быть, не знают в управлении, они научатся. Но вот стержень у этих людей есть. И теперь мы видим, насколько собирается мощная уже гражданская армия для строительства будущего нашей Родины. Это переполняет сердце радостью и гордостью. Спасибо большое. Светлана Николаевна, теперь Вам слово, Ваши впечатления от послания. Что для себя основное, вот прям вычленили, отметили? Мне так как раз показалось, что Владимир Владимирович очень четко расставил акценты в своем послании. Во-первых, он начал с обороноспособности и с обеспечения безопасности нашей страны. Это было символично. Тем самым он продемонстрировал или в очередной раз пропозиционировал, что мы готовы сегодня защищать свою Родину. Мы будем это делать. И кто бы ни пытался на нашу независимость посягнуть, ничего не получит. Это было жестко сказано. Закончил он тоже темой спецоперации. И как раз таки сказал о том, что сегодня время героев, как сказал коллега, это наша элита. Мы говорим все-таки о, в том числе, поддержке и наших ребят, участников СВО. Все, что касалось ключевых позиций, высказанных сегодня в послании президента, это, конечно, системообразующие вопросы. Для нас очень важны система образования, система здравоохранения, система культуры, система охраны памятников, развитие туризма. Собственно, все то, что сегодня для нас является приоритетным в развитии нашего государства. Мы хотим быть независимыми, мы хотим быть сильными, мы хотим занять, как сказал президент, на четвертом месте по экономикам. Но нам есть к чему стремиться, и дай бог, все те, кто в этом участвует, сегодня, мне кажется, для себя услышали очень много важных моментов. Светлана Николаевна, спасибо большое. Студия, я передаю вам слово. Ну, а здесь мы на экспертной площадке тоже продолжим обсуждение и потом готовы подключиться к вам вновь. Я напоминаю, что вы смотрите обсуждение послания президента. У нас работают две площадки. Это телевизионная студия, экспертная площадка, и сегодня в наш эфир приходят гости, подключаются эксперты, будут телефонные звонки. За посланием наблюдали не только дома, перед телевизорами, на смартфонах, включали послания в кинотеатрах, даже кадры соответствующие уже показывают в социальных сетях. Ну и, естественно, были представители Иркутской области в самом гостином дворе, в зале, где глава государства озвучивал свое послание. И к нашему эфиру готов подключиться депутат Государственной думы от Иркутской области Александр Якубоский. Сейчас наша эфирная команда пробует с ним связаться. Ну, а мы пока в ожидании звонка Александру. Давайте поговорим, подхватим тему специальной военной операции. Все-таки довольно большой блок послания был отведен ей. Что для себя вы нового услышали в связи с этой темой? Было ли что-то, какие-то важные тезисы, которые озвучил Владимир Путин? Хорошо, я тогда могу начать. Основной ключевой тезис, на самом деле, который касается международной повестки, заключается в том, что обозначены очень четко границы того диалога, который мы готовы были бы вести с коллективным западным блоком. И президент дал понять, ну, не то что дал понять, он прямым текстом это сказал, что не может быть диалога по каким-то отдельным направлениям без большого диалога о стратегической стабильности в целом. На первом варианте настаивает западный блок и конкретно Соединенные Штаты. То есть им интересно, условно говоря, с Россией обсудить вопросы неразмещения оружия в космосе, но в то же самое время продолжить поставлять вооружение в зону конфликта. И президент дает очень четкий месседж о том, что так не работает. И о том, что если мы хотим обсуждать стабильность такую стратегическую, нам нужно садиться за стол переговоров в целом. И учитывая, на самом деле, то стремление России в нулевых годах, даже частично в десятых годах наладить хорошее отношение с западным блоком и конкретно с НАТО, сейчас эти заявления, конечно, звучат очень актуально. Но они дают и на будущее перспективу в том, что этот диалог все равно придется вести. И все равно рано или поздно будут достигнуты какие-то определенные договоренности. И российская сторона показывает, что она к ним так или иначе готова. Спасибо, Иван. Но у нас готова связь с Москвой. На телефонном звонке с нами Александр Якубовский, депутат Государственной Думы от Иркутской области. Александр, добрый день. Вы в эфире, вы смотрели послание. Мы вместе с вами. Скажите, пожалуйста, ваши первые впечатления. Что для себя отмечаете в послании президента? Добрый день, дорогие депутаты. Сусловно, наверное, это важный послание с посланием года. И это, на мой взгляд, конечно же, программная речь, программная речь президента. И не даром ключевыми цифрами был 2030 год. И мы все услышали, что огромные средства будут вливаться в экономику нашей страны, непосредственно в реальный сектор экономики. Это будет продолжаться ремонт и строительство школ. Особое внимание уделено молодежи, развитию молодежи, молодым семьям, специалитету в учебе, школам, высшим учебным заведениям. И, знаете, очень важно, что вот эти два часа ощущалось, что президент очень глубоко похожен во все аспекты жизнедеятельности России и наших людей, наших граждан. Он знает все, он знает обо всем. И все эти предложения, которые звучали, безусловно, это огромные средства, которые сейчас пойдут на развитие нашей страны, на транспортную инфраструктуру, на строительство, на поддержку семей, на поддержку участников специальной военной операции. Им была уделена достаточно большая доля выступления, потому что, действительно, это наши герои, люди, которые сегодня находятся на передовой, которые отстаивают наш суверенитет, и которым мы сегодня, действительно, благодарны за ту мирную жизнь, которая у нас сегодня происходит в городах. И вот те новые программы, те новые национальные проекты, о которых говорил сегодня президент, они, по сути, по своей задают вектор в будущее. Важно, что звучал и Пайкал до 2030 года. Мы все слышали, что должен появиться новый современный курорт на нашем замечательном озере. Мы слышали, что президент власти рекультивации накопленного вреда от БЦБК в Байкальске и на площадке УСОЛЬ Кемпрома. Это тоже важно. Мы все прекрасно понимаем, что транспортная доступность – это тоже один из важнейших моментов. И в том числе президент говорил и об авиасообщении, о малой авиации, о строительстве и развитии аэродромной инфраструктуры, без которой, в принципе, невозможно развитие страны, невозможен поток граждан, туристический поток. Мы должны развивать, в том числе, и северные территории, не только нашей родной Иркутской области, но и всей страны. Тому тоже было выделено отдельное внимание. Но вот мое личное ощущение – это действительно большая всеобременующая стратегия работы государства на ближайшие 6 лет. И дай Бог, чтобы мы ее смогли воплотить в жизнь, потому что за каждыми цифрами, которые сегодня прозвучали, это судьбы миллиона наших сограждан, жителей России. И наша общая задача – сделать жизнь каждого человека лучше. И вот именно в таком ключе я услышал сегодняшнее послание президента. Но и правительство, и китайский корпус, федеральное собрание готовы сделать все, чтобы эту программную речь президента выполнить. Спасибо большое, что смогли оперативно так сразу, буквально после послания, включиться в наш эфир. Благодарю вас. Но мы продолжаем обсуждение. Александр Икбовский уже сказал, что президент анонсировал несколько новых национальных проектов, в том числе проект «Семья». Мы с Еленой так оживились на этом моменте как женщины, потому что там было много уделено внимания материнству. Лен, цените услышанное, что вот такого интересного там прозвучало. Ну да, действительно, социальная повестка – это всегда такой традиционный блок. Но в этом году это особенно важно, потому что год, в принципе… Год семьи у нас. Да, действительно, это год семьи. И я бы хотела сказать, что указ президента, который был про год семьи, там как раз, если читать текст, очень много говорится про традиционные ценности. И в этом плане президент на каждом своем выступлении, если мы посмотрим последние выступления на разных площадках, он постоянно говорит именно про традиционные ценности и во главе угла ставить семью. То есть получается, что политика президента, она действительно, и его риторика, она очень связана. И еще я бы хотела заострить внимание на таком моменте, о котором уже говорил Владислав, что очень многие программы, про которые говорит президент, потом находят свое отражение на региональной политике. И здесь можно привести такой пример, как материнский капитал. Как мы тоже уже обсудили, не все знают, что можно получить не только материнский капитал федеральный, но можно и региональный. И наш губернатор Игорь Кобзев подписал тоже новое постановление, согласно которому с 1 января 2024 года теперь региональный материнский капитал могут получить семьи за второго ребенка. Напомню, что ранее это было за третьего. То есть здесь тоже видно, что общефедеральная политика, она отражается и в регионах. И сейчас идет такой упор на семью. То есть мы тоже видим, что национальный проект для 2030 года, и идет такое усиление социальной повестки. Очень символично в год семьи запустить национальный проект «Семья». Смотрите, здесь в принципе все очень последовательно. В конце 2022 года у нас появляется нормативный документ об укреплении и сохранении традиционных духовных ценностей. Там перечислено 17 ценностей. Уделяется очень серьезный вопрос укреплению семьи. И вообще вопросам духовности. И наш президент в принципе очень последовательный. И здесь он всегда говорит о людях. И очень много вопросов касается не только семьи, а вопросов в принципе демографии как таковой. И мы понимаем, что она невозможна без таких духовных вещей, как укрепление брака, традиционного брака, взаимоотношений в семье. Здесь две вещи. С одной стороны духовная часть, с другой стороны материальная. И затрагивается в принципе и та сфера, и другая сфера. Причем она затрагивается как затрагивается непосредственно в рамках семейных каких-то вещей, так и в рамках конкретных программ. Когда коснулось в отношении того, что у нас есть земский учитель, земский доктор, сейчас... Теперь земский работник культуры. Это возможность кому-то уехать в деревню, куда-то там, и там создавать семью, создавать жизнь и ее планировать. Но самое главное, что все прослеживается в отношении того, что в конечном счете послание президента, любое послание президента, в том числе это, которое определяет перспективную стратегию, оно касается жизни конкретных людей. И у нас в контексте всегда звучало качество жизни людей, что оно должно меняться, что люди не должны дискриминироваться по каким-то признакам, что есть, должны быть равные возможности. И мы должны ценить то, что люди делают с точки зрения служения, но при этом при всем, в принципе, качество жизни в стране, оно должно улучшаться, оно должно меняться. И все программные вещи, которые у нас звучали до 2030 года по конкретным направлениям, очень важным направлениям, которые касались как и развития экономики, так и конкретной жизни, в принципе, призваны только к одному, изменить нашу жизнь к лучшему. Ну вот к нам опять готова подключиться наша экспертная площадка. И передаю слово моей коллеге Наталье Ветровой. Наталья, пожалуйста, вы в эфире. Да, студия, еще раз добрый вечер. Мы продолжаем вместе с вами обсуждение и здесь, на экспертной площадке. И одно, наверное, из ключевых, один из ключевых таких очень серьезных блоков, это блок семья. И я даже для себя выписала тезис, который озвучил президент Владимир Путин. Большая многодетная семья должна стать нормой. И вот сейчас рядом со мной две прекрасные женщины. Это Ирина Всеволодна Ежова, главный врач городского перинатального центра и председатель комитета по сохранению семьи, общественной палаты Иркутской области и депутат законодательного собрания Елена Леонидовна Крыжановская. Здравствуйте. Елена Леонидовна, вам первый задаю вопрос. Ваши впечатления? Ну и, естественно, что вы отметили для себя именно вот в этом блоке, когда президент говорил о семье? Добрый вечер. Ну, все мы ждали послания президента, и хоть технически оно, президент обращается к федеральному собранию, на самом деле он обращается к каждому гражданину своей большой страны. И что очень важно, в год семьи, который объявлен президентом, большое внимание уделяется именно вопросам семьи, вопросам рождаемости. В этом году будет запущен национальный проект «Семья», по этому проекту 75 миллиардов рублей будет направлено в регионы, и также будут действовать другие программы. Льготная ипотека будет продлена до 2030 года, будет продлен материнский капитал, также он будет индексирован. Это все будет способствовать поддержанию наших семей. Ирина Селдовна, ну, к вам вопрос, как к медику, который, естественно, участвует в расширении семьи непосредственно на работе. Вот ваше мнение о послании. Ну, конечно, мы с вами сегодня выслушали послание президента. Впервые мы получили план и нам установлены задачи до 2030 года. Обычно такого рода послания определяли год работы, да. Сейчас мы все, вся наша страна получили практически чуткий план действий, как нам куда направлять свои силы, о чем думать и что реализовать до 2030 года. Четкий, ясный, понятный план. И президент сразу подчеркнул, что какие бы разделы жизни нашей страны, какие бы перспективы и планы он не освещал в своем докладе. Он сразу предупредил, что доклад будет, ну, его обращение будет достаточно длительным и подробным. Фактически все разделы были посвящены обязательно поддержке семьи. И это правильно. Повышение рождаемости, повышение социального уровня семьи, поддержка семьи многодетности, это да. Но поддержка родоспомогательных учреждений, строительство новых женских консультаций. Один триллион рублей будет направлен на поддержку учреждений родоспоможения, на переоснащение. Это как раз вот то, о чем мы говорили здесь на своей территории, как о необходимости. И вот, пожалуйста, прошло и 10 дней, мы уже это слышим. То есть четко, совершенно я могу подтвердить связь. Команды президента с регионами нас слышат, нас понимают. И наши пожелания учтены в послании. Мне очень приятно, я это услышала. Спасибо большое за ваше мнение. Ну а мы передаем слово студии. Да, действительно, в послании звучали слова о том, что объекты здравоохранения, в том числе родильные дома, женские консультации, будут дополнительно финансироваться, ремонтироваться. И вот сейчас мне говорит моя эфирная команда о том, что к нашему эфиру готова подключиться депутат законодательного собрания Наталья Дикусарова. Наталья находится сейчас с поездкой в Тайшете. И прямо из Тайшет Наталья Игоревна может к нам подключиться. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Янина, здравствуйте. Мы в студии такой большой дружной команды. Вместе с нами послание президента слушал ветеран Великой Отечественной войны Басаргин Лукьян Акиндинович. Это герой нашей территории, герой Тайшета, Тайшетского района. Здесь с нами в студии многодетная семья, которая воспитывает шестерых девчонок, дочерей. Вот две из них тоже сегодня здесь в студии. Это Светлана и Владимир Лапа. Ну, коллеги, депутаты наши здесь присутствуют. Мы вместе слушаем, потому что мы понимаем, что дальше нам нужно всем вместе реализовывать это послание. И в студии вместе с нами мама участника специальной военной операции, профессиональный военный полковник. А мама у него работает в городском совете ветеранов и занимается сбором гуманитарной помощи. Шьет спальные мешки. Боярина Наталья Васильевна. Вот мы такой дружной командой сегодня послушали здесь в здании администрации города Тайшета послание. Ну и, наверное, все отметили, что вот начиная послание со слов о том, что мы все сегодня как один сплотились вокруг помощи участникам специальной военной операции, мы сегодня должны самой главной философией нашей жизни признать все-таки философию многодетной семьи. Вот, наверное, действительно нет ничего важнее. И когда мы слушаем дальше и слышали дальше послание, мы отмечали, что вот практически каждый дальше, каждый раздел послания, он нацелен на то, чтобы поддержать многодетную семью, чтобы действительно сделать философией нашей с вами жизни многодетную семью. И я думаю, что мы в Иркутской области сегодня уже видим яркие примеры. И здесь у нас в студии тоже многодетная семья. Поэтому думаю, что выполним эту задачу, выполним это поручение. Ну и хочу сказать, очень важно, мы с вами знаем, что такое национальные проекты. Национальные проекты, которые инициирует президент Российской Федерации, они всегда реализуются в приоритетном порядке. Мы потом как один начинаем выполнять все эти задачи и планы. Сегодня президент предложил нам еще несколько новых национальных проектов. Они важнейшие. Это и семья, это и молодежная политика, это и другие направления. Поэтому есть над чем нам с вами поработать. Ну и для нас, как для депутатов Законодательного собрания, мы тут обсуждаем с нашими коллегами, с главами, с депутатами, с мэрами. Вот те вещи, о которых мы обращались и о которых мы говорили на разных мероприятиях, на разных площадках, это капитальные ремонты наших детских садов. Продолжение программы капитальных ремонтов школ. Это капитальные ремонты учреждений среднего профессионального образования и общежитий. Сегодня президент дал старт этой масштабной программе. Ну а по поводу школ он сказал, что мы продляем программу до 2030 года. Это значит, что мы успеем отремонтировать все школы в нашей Иркутской области. Мы готовы. По поручению губернатора Иркутской области мы сформировали уже трехлетний план подачи заявки на капитальные ремонты школ. У нас более ста объектов сегодня уже готовы к этой программе. Мы сформировали список учреждений среднего профобразования. У нас есть готовые документы для детских садов. Но Иркутская область готова к реализации послания президента в этом направлении по полной программе. Но теперь только работать, работать и работать. Спасибо. Спасибо, Наталья Игоревна. Очень приятно слышать о том, что мы действительно готовы. Но Иркутская область так или иначе в послании президента, мы уже говорили об этом, звучало несколько раз. Сейчас перейдем к такому еще большому блоку, направленному на развитие страны. Это технологический суверенитет наш, это строительство, это дороги. Вот в связи с этой темой какие-то важные направления. Вот мне, например, кажется, что очень интересная и важная сейчас история с развитием дорожной сети у нас. Это скоростные магистрали, это доступность транспортная, и в том числе в небе и на земле. Мы с вами ждали о том, что когда президент говорил об авиастроении, вновь прозвучит Иркутская область. Наверное, это уже было не скромно, потому что в этот раз Иркутская область звучала достаточно много. Это радует. Почему? Потому что каждый раз мы смотрим это послание, каждый раз с ожиданием. Ожиданием в рамках конкретных контекстов. Здесь контекстов было достаточно. И причем положительных. Мы с коллегами, с ребятами видели и отметили для себя, что это именно положительные контексты. Что касается того, что вы говорите, да, в действительности суверенитет страны невозможен без развитой инфраструктуры. Не только транспортной, но любых сообщений. И это касается и цифровой технологии, это касается непосредственно и транспорта. И это сама по себе инфраструктура, и это касается непосредственно самих объектов перемещающихся. То есть это не только дорожные сети. То здесь мы в послании президента очень четко увидели о том, что вот вне зависимости от того, что у нас изменилась ситуация внешнеполитическая, у нас, мы в любом случае будем независимы, у нас будет развиваться дорожная сеть, у нас развиваются железнодорожные, как бы направление, целое направление было озвучено. У нас огромнейший пласт был озвучен, что касается авиастроения. То есть мы огромнейшая страна, которая будет дальше развивать свою транспортную инфраструктуру и с точки зрения самой сети, и с точки зрения транспорта. Причем всех видов транспорта, и в данном случае даже водного транспорта там коснулось. Пусть это нас не касается непосредственно. То есть у нас Байкал как бы, ну, постольку, поскольку. Но в любом случае водный транспорт у нас тоже звучал. Все основные виды транспорта, причем даже это касалось не только вот каких-то серьезных видов, но это касалось даже у нас перемещений пассажиров муниципальными видами транспорта. То, что оно касается. Да, Владимир же говорил об обновлении автопарка. То есть обновление автопарка тем транспортом, который мы ездим, который может серьезно разгрузить огромнейшие города и крупные города, и так, где есть достаточно серьезная и насущная проблема там и так далее, то мы понимаем, что этот вид транспорта, он тоже должен развиваться, он должен обновляться, он проходить ревизию. И это тоже отдельное направление, которое раз здесь прозвучало, оно будет реализовано. Иван, у меня к вам вопрос. Вот Владимир Владимирович говорил о запуске нового проекта национального экономика данных. Как вы думаете, поясните ваше мнение насчет этого зрителям и объясните, что это такое? Владимир Владимирович, экономика данных подразумевает выход на четвертую стадию, то есть на стадию будущей экономики, по сути, мы живем в постиндустриальной экономике. Следующая стадия, ну ей потом историки придумают название, как она будет называться, возможно это будет экономика данных, возможно это еще что-то. Ключевое в ней это тот фактор, который озвучил президент, то есть это данные. Кто владеет данными, кто ими оперирует. И во-первых, поэтому эта экономика так называется, во-вторых, именно поэтому президент посвятил развитию искусственного интеллекта, развитию технологий такое внимание, потому что без новых технологий мы никогда не будем подлинно суверенными. Я хочу усилить мысль Владислава, который говорил о том, что там наша инфраструктура, строительство и транспорт, это все обеспечивает наш суверенитет, но это все вот в той экономике будущего, куда мы придем через лет 10-15, будет возможно благодаря суверенным технологиям. И без этих технологий мы не сможем обеспечить такую экономику. И любая сверхдержава, что Соединенные Штаты Америки, что Китай, стремятся обеспечить себе тот самый технологический суверенитет. И то, что Россия в этом плане мыслит как бы на ход вперед, не зацикливается на том, где мы находимся сейчас, а смотрим как бы в будущее, это очень позитивный сигнал к тому, что в той экономике будущего мы претендуем на лидирующие позиции и с высокой долей вероятности мы их займем. Идем в такую зону ближайшего развития, получается, да? Так как в педагогике есть такой момент. Ну вот у нас готова включиться вновь экспертная площадка. Наталья, тебе слово. Оперирует. И, во-первых, поэтому эта экономика так называет. Да, студия, мы с вами на связи. У нас такое же бурное обсуждение послания президента Владимира Путина, как и у вас в студии. И рядом со мной находятся два эксперта, два человека, которые сейчас поделятся своим мнением о послании. Это Алексей Иванович Соболь, президент Союза торгово-промышленной палаты Восточной Сибири. И Вера Ивановна Кутищева, внештатный советник губернатора Иркутской области. Добрый вечер. Алексей Иванович, ну, вам слово. На самом деле, я бы сказал, выделил ту часть, которая касалась бизнеса. Да, подтверждена ориентация на достижение технологического суверенитета. Это, наверное, самая сложная задача на предстоящие шесть лет. Но в то же время был отмечен ряд моментов, которые позволят бизнесу развиваться более успешно. Ну, в частности, это поддержка молодых предпринимателей, поддержка стартапов. Это некие вещи, связанные с изменением фискальной системы. Особенно тезис о том, что в первую очередь должны поддерживаться представители бизнеса, которые реализуют национальные проекты. Было сказано о поддержке малого и среднего предпринимательства, в частности, введения разного рода преференций. Ну, в частности, кредитных каникул в течение пятилетия. Интересно прозвучала мысль о том, что надо шире применять институционный налоговый вычет. Кстати, мы в нашей области такие законы уже приняли, и я надеюсь, что они позволят и нашему бизнесу развиваться очень успешно. Ну, и тем более, это прозвучало теперь из Уссу Президента уже. Ну, и целый ряд других вещей. Мне показалось очень важным еще один из тезисов, который касается фискальной системы. То есть, это как бы фиксация неких показателей налоговой системы на предстоящие шесть лет для того, чтобы бизнес мог планировать и осуществлять крупные инфраструктурные проекты. Много, много моментов интересных. Я думаю, что они при их успешной реализации принесли бы действительно пользу и развитию бизнеса, развитию, значит, экономики нашей, ну и, соответственно, развитию страны. Теперь очень много будет зависеть от того, как они будут реализовываться правительством, ну и всеми нами тоже. Я думаю, что вместе мы все это сделаем и достигнем тех показателей, которые были указаны, значит, вот президентом в своем послании. Для нас это такая дорожная карта, которую обозначил президент. Да, это на самом деле так, это дорожная карта. И вот в отношении показателей, в течение шести лет увеличить экспорт несырьевый и неэнергетический на две трети, это, в общем, серьезная задача. Спасибо большое, Вера Ивановна. Но я так предполагаю, что Вы, конечно, будете говорить о культуре, которую тоже затронул президент. Действительно, сегодняшнее послание – это взгляд в будущее, я бы сказала, зоркий взгляд в будущее. И действительно, слушая выступление президента, чувствуется, что оно основано на чаяниях народа. А какие это чаяния народа? Это мы видим в сегодняшний день. Это желание мира, желание свободно работать. Это наша экономика, это наша семья, это образование и, конечно же, культура. Но меня вот даже немножко не то, что поразило, а приятно удивило, что президент очень открыто назвал проблемы, честно назвал эти проблемы. Назвав эти проблемы, очень четко и ясно показал действия, показал, какими путями. Действительно, это как выстраивается такая дорожная карта. И, ну, конечно же, приятно, что вопросы культуры, вопросы духовности были так поданы, что без них и без решения этих проблем невозможно решить и осуществить эту дорожную карту, и решить все эти проблемы, которые есть, и те задачи, которые так четко обозначил президент. И вот в этом плане я бы хотела сказать, что это, конечно же, накладывает большую ответственность на работников культуры. Мы серьезно должны думать и как ответить на ту заботу, которую проявляет президент. А мы ее уже видим. Слава Богу, я могу сравнивать положение культуры в 90-х годах и даже в 2000-х, когда было очень много сложных проблем. Сколько уже сделано? И очень приятно, что остаются национальные проекты. Очень приятно, что мы укрепляем материальную базу, мы даем возможность нашим творческим деятелям творить, создавать, как мы говорим, творческие продукты. И, конечно же, нам нужно серьезно думать, какую духовную пищу мы их создаем, насколько она необходима и насколько она будет эффективна. В этом плане очень четко прозвучали краеугольные камни, на которых должна строиться наша культура, наша духовная жизнь. Это традиция, это история, это семья. И, конечно же, даже удивляет та скорость, с которой президент решает наши проблемы. Вот мы очень порадовались тому, что будет сейчас у нас уже и земский работник культуры. Вы знаете, это большая проблема для нашей области, особенно для наших библиотек. Я считаю, что это решение просто кадровых проблем, потому что многие проблемы возникают из-за того, что отсутствуют кадры и нет условий для работы. Думаю, что это будет решено. Я думаю, что работники культуры сегодня, творческие работники театров, библиотек, наших учреждений культуры готовы выполнять и нести эту почетную миссию. У нас есть традиции, у нас есть кадры, и у нас есть такая поддержка президента, которой мы должны и гордиться, и оправдывать его доверие. Спасибо большое, Вера Ивановна. Я благодарю студию за возможность, за предоставленную возможность выйти с вами в эфир. Я благодарю наших экспертов, которые прерывались на прямой эфир. И сейчас мы, конечно, здесь продолжим обсуждение на этой экспертной площадке. Ну а вам, студия, слово. Наталья, спасибо. Да, там на экспертной площадке действительно большое представительное обсуждение. Но мы с вами таким узким, тесным кругом, сдружившись за несколько часов, пора продолжим обсуждать. Я соглашусь с Верой Ивановной, которая говорила о культуре. И мы с вами тоже говорили о том, что все должно быть в балансе. Для того, чтобы жизнь развивалась, должен быть баланс. Это и спорт, и экономика. Но без культуры не работает ни духовное восприятие, ни развитие человека. Жизнь должна быть гармоничной. Да, и жизнь должна быть гармоничной. Я хотела бы к Елене обратиться. Елен, Владимир Владимирович анонсировал запуск нового проекта «Кадры». И там большая работа по подготовке кадров, по работе с детьми, с профориентацией, начиная со школьной скамьи. Насколько, на ваш взгляд, своевременен запуск этого проекта сейчас именно? Я считаю, что это очень важно, потому что тоже связано со всеми другими сферами. Также с семьей, например, если мы говорим об этом, с ценностями. То же самое можно сказать, допустим, о том, что сейчас активно вводятся часто спецпредметы в школах. Например, такие как семьеведение и так далее. Это тоже то, что все связано, а не просто разрозненно идут такие программы. Это, на мой взгляд, очень хорошо, потому что делает политику более комплексной и общей. И хорошо, что немножко отвлекусь, что регионы это тоже поддерживают. У нас сейчас тоже в плане культуры довольно много что делается. И если мы говорим как раз про возраст школы или дошкольников, то меня очень удивило недавно, например, факт о том, что очень поддерживаются школьные театры. Потому что действительно, если развивать таланты, развивать творчество, если мы говорим о культуре, то, наверное, делать это с такого возраста... С маленького возраста. Да, предпочтительнее. Смотрите, если смотреть развитие личности, очень важно, продолжая, Лена, то есть несколько направлений, которые традиционно мы работаем в сфере образования. Первое – это профессиональное самоопределение. Дальше – личностное самоопределение. Оно из трех стадий. Это семья, прежде всего традиционная. Дальше – культура. И дальше – спорт, здоровье. Как бы вот связана физическая культура, которая тоже неотъемлемая часть жизни. Эти направления, которые вот так, основные, с которыми нужно работать. Но почему своевременный сейчас и очень актуальный возник вопрос по кадрам? Он возник не случайно. Он экспертами очень много обсуждался. КОВИД повлиял очень серьезно, вырвал огромнейшее количество школьников, старших классов из контекста. Они потеряли свое ощущение профессии, поощущали дистанционное обучение. Привело к тому, что они многие вещи начали воспринимать через интернет. Дальше – сфера госуслуг привела к тому, что молодежь начинает осуществлять свой выбор по средствам цифровых сервисов. И работодатели, учебные заведения пришли к тому, что совсем по-иному нужно ввести подготовку, ввести вот эту кадровую политику и самоопределение молодежи. И здесь нужно работать гораздо раньше, растить молодежь, чтобы они не ушли не просто получать высшее образование, не просто получать диплом, а чтобы они в перспективе шли в конкретную сферу экономики. И это вопрос того же суверенитета, о котором мы сегодня говорили, о том, что если они целенаправленно со школы будут идти становиться, не просто получать высшее образование, а становиться специалистами и идти думать с конца в конкретную сферу, в которой они захотят работать, захотят жить, захотят ее развивать, то мы и получим те результаты, которые получим. И здесь этот вопрос обозначен гораздо более емко, и он звучит в послании президента, и может быть не так очевидно для кого-то, но мы, общаясь и работая в этой сфере, понимаем, что этот вопрос тоже комплексный, и он касается всех этих сферок. Послание, оно очень комплексно, оно очень органично, и оно очень глубоко прорабатывает каждый вопрос. Владислав, спасибо. Ну, мне говорят, что к нашему эфиру готов присоединиться депутат законодательного собрания Дмитрий Мясников. Он тоже находится сейчас в поездке, буквально в дороге мы его застали. Дмитрий, добрый вечер. Здрасте. Хотелось бы услышать ваше мнение о послании президента Владимира Путина. Что вы для себя важного отметили? Расскажите, пожалуйста. Ну, многие вещи уже прозвучали, я экспертов послушал, которые до меня выступали. Я пока слушал послания, проехал в Золовинский, Зевенинский район, зимой доехал до Саянска. Основные вещи, которые я фиксировал. Ну, во-первых, набор тем, охват тем очень широкий. Ну, это традиционно для Путина, он по всем темам высказывается. Условно говоря, от ядерных ракет до модернизации почтовых отделений в деревнях. Практически каждому аспекту жизни нашей страны внимание уделено. Что еще мне понравилось? Мы переходим, судя по всему, на шестилетний горизонт планирования. Если традиционно у нас сейчас трехлетний бюджет, на три года вперед мы планируем распределение бюджета, денег, каких-то там приоритетов, то сейчас у нас конечная точка планирования 30-й год. Соответственно, шестилетний бюджет, на мой взгляд, это очень хорошо. Это, во-первых, говорит о том, что ситуация в стране прогнозируемая. То есть руководство страны каких-то существенных рисков, критических рисков на ближайшее время не видит. Специальная военная операция – это, безусловно, испытание для нашей страны, но мы его проходим уверенно. Большой блок поэтому уделен социальным проблемам. Практически все, что говорилось о социалке, это касается в том числе и Иркутской области. Вот коллеги до меня говорили про капитальный ремонт школ. То, что Владимир Владимирович заявил, что до 30-го года мы должны все капитальные школы отремонтировать. Для нашей области это тоже тема достаточно важная. Ну, не достаточно, а важная. Потому что то, что мы не ремонтируем сейчас, через 10-15 лет придет негодность и придется вообще строить там новое здание и сооружение. Иркутская область в части капитального ремонта социальных объектов мы двигаемся, но не теми темпами, которые хотелось бы, потому что это дорогостоящая тема. Если на уровне страны 400 миллиардов рублей в эту тему будет вкладываться от 30-го года, то проблему мы решим. Лично мне еще понравилось, обратил внимание, про налоговый вычет за диспансеризацию и сдачу норм ГТО. То есть, если диспансеризацию я прохожу, то нормы ГТО не сдавал. Но если за это будут давать налоговый вычет, то теперь я буду интересоваться сдачей норм ГТО и больше заниматься спортом и своим здоровьем, чего и всем остальным желаем. Ну и большой, на мой взгляд, очень важный блок, коллеги говорили о семье, о детях. По большому счету население, количество людей, демография для нашей страны – это самая главная и по большому счету критическая проблема, потому что нас становится все меньше и через 2-3 поколения у нас могут быть очень серьезные проблемы у наших потомков. Поэтому увеличению рождаемости всеми силами, не только материальными, но и моральными методами, технологиями социальными государство пытается эту проблему решить и рост населения обеспечить. Вот это основные вещи, на которые я обращаю внимание. Ну и еще важно, да, коллеги, извините, вот последнюю мысль. Для того, чтобы на социальную сферу такие деньги потратить, их эти деньги надо сначала заработать. Большой блок посвящен развитию экономики. И для меня принципиально важно, что к 30-му году ставится планка, в 2-3 ВВП должно быть не сырьевая сфера, а сфера переработки. Переработки, сфера услуги и прочее. То есть мы отходим от нашей старой беды, от сырьевых, от зависимости от цен на сырье, на экспорт сырья в более технологическую сферу. Вот с началом специальной военной операции, когда из страны ушли очень многие западные компании, искать эту дорожку, мы начали развивать свои сферы производства. И вот 90% экономического роста, который у нас за последнее время есть, это как раз рост не сырьевого сектора. Это очень важно. И президент говорит о том, что тенденцию надо поддерживать. И вот к 30-му году выйти на 2-3 экономики не сырьевого типа. Вот это вот основная вещь, на которую я бы обратил внимание. Спасибо вам большое. Спасибо за такой развернутый ответ. Удачного вам пути. Будьте осторожны за рулем. Ну а мы продолжим с вами обсуждать послания. Хотелось бы остановиться на таком моменте. Владимир Владимирович сказал, что у нас появится круглогодичный курорт на Байкале. И вообще развитие туризма, и Байкал в том числе, там звучал очень сильно. Как вообще оцениваете туристическую инфраструктуру в регионе сейчас? И на ваш взгляд, что нужно сделать для того, чтобы дорастить нас до какого-то нужного, необходимого уровня? Ну, на самом деле, одна из ключевых проблем региона, касающихся туризма, в том, что регион, на мой субъективный взгляд, не всегда до конца понимает, какой именно туризм он хочет развивать. Была сделана попытка развивать массовый туризм. То есть, это когда вокруг Байкала, так значит, как грибы после дождя начали расти турбазы. Не всегда с соблюдением экологического законодательства, не всегда с соблюдением требований Роспотребнадзора, ну и так далее. Сейчас, на мой взгляд, опять же, субъективный, происходит определенная переориентация на сегмент более премиального туризма. Вот открылась недавно, в частности, какая-то турбаза, уже не помню название, на Байкале, которая сдается чуть ли там не за миллион рублей в сутки, но сдается вот вся база. И, понятное дело, что далеко не каждый даже приезжий, там, я не знаю, московский миллионер может себе ее позволить. Конечно. И в этом плане туристический сегмент области как бы делит вот эти ниши на рынке, а появление такого кластера, я даже не побоюсь этого слова. Там целый курорт нам анонсировали. Ну, целый курорт, это, понятное дело, комплекс, который будет построен 100% по последнему слову техники. И это, ну, вот кто на Байкал ездит, тот меня поймет, вот такие вот кровати, которые там матрас поднимаешь, стая клопов разбегается по нему, понятно, будет все идеально выстроено. И, конечно, это привлечет очень много людей, которые раньше не приезжали в регион по разным причинам. И самое позитивное, что тут можно выделить, они понесут в нашу региональную экономику деньги. И связывая это еще и с тем, что в регионе и так будет больше денег после 2025 года, это очень позитивный сигнал. И нам, конечно же, нужен такой курорт, такой кластер, который объединит, сделает хороший туризм по доступным ценам, а не за миллион рублей. Владислав, я вижу, у вас тоже есть своя точка зрения. Здесь не точка зрения, я очень ко всему как бы вот отношусь глобально. Здесь вопрос в том, что вот то, что озвучено, здорово, что это озвучено. Я, как говорю, мы ждали каждый раз вот в послании, что прозвучит Байкал. Но, видимо, тогда не было вот предложения сформированного о туризме как конкретного продукта. Что касается курорта, это просто пример обозначенный. Дело в том, что наш регион имеет колоссальный потенциал с точки зрения туризма. Задумайтесь только, у нас четыре, по-моему, четыре дороги на Байкал идут. То есть, получается, Галаусная, Листвянка, Култухский тракт, получается, и Малое море, да? Да. Вот. Четыре. Может быть, я что-то не учитываю. Направлений достаточно много. Наш регион очень интересный, он многонациональный, он многоконфессиональный. У нас огромнейший спектр и пласт того, чтобы мы развивали тематический туризм, разные виды туризма. Начиная от каких-то национальных, этнических вещей, такие как в Усть-Сердынском округе у нас. Замечательный там парк, куда можно приезжать и где там квесты проходить. Да, программы целые. То есть, таких видов не только Байкал, не только Альхон. То есть, мы можем говорить, сам по себе Иркутск уникальный с точки зрения водного туризма. У нас есть очень много мест, куда ходят пешие походы. Мы можем организовывать конные прогулки, велопрогулки. У нас есть горнолыжные, то есть, горы. Не для профессионального, но для отдыха туристического шикарно. Но самое главное, что это огромнейший потенциал для развития инфраструктуры, гостиничного бизнеса. А, получается, ресторанного бизнеса, любой сферы услуг. В том числе, когда мы говорим о различных тематических видах туризма, это различные виды тренингов и так далее. Это огромнейшее количество рабочих мест. Это развитие инфраструктуры. Это инфраструктура, касающаяся непосредственно рядом с аэропортом и сопровождением. И тоже, как бы, там очень много можно. И железнодорожного сообщения. Мы тоже находимся достаточно в интересном месте с точки зрения железной дороги. У нас колоссальный потенциал, который не реализован и который нужно реализовать. Именно с точки зрения регионального предложения. И тогда наш регион совсем по-другому будет звучать. И когда-то мы звучали, когда прилетала в Иркутскую область, что исторический, культурный, студенческий, научный центр Восточной Сибири. То теперь мы можем еще палитру расширять. И эта будет палитра пополняться теми, кто будет приезжать сюда ради конкретных интересов, не только ради Байкала. А Байкал, естественно, это наша жемчужина, которая будет всегда дополнять и всегда будет центром притяжения. Такая вишенка на торте, да, получается? Не только вишенка. Это наша уникальная такая достопримечательность, уникальный момент, где можно также реализовывать что-то, но очень бережно относясь к Байкалу. Да, кстати, тема экологии тоже звучала в послании. Но сейчас я хочу дать слово губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву. Он тоже находился сегодня в гостином дворе. Буквально вот у него выдалась минутка, чтобы включиться в наш эфир и рассказать, передать нам свое впечатление, ощущение от послания президента Владимира Путина. Игорь Иванович, добрый вечер, вам слово. Вы знаете, это стратегическая задача, задачи, даже сказать, для региона, потому что неоднократно наш регион звучал послание. Это у Соли Химпрома, ЦБК, это озеро Байкала, это новый туристический планируемый такой конкурс «Байкальская Слобода». Очень много вопросов было связано и с экономикой нашего региона. Мы регионы добывающие, имеющие большие заряжения полезных ископаемых. Понравилось, конечно, это новые у нас проекты, новые у нас проекты «Семья», новые у нас проекты «Молодежь России», новые у нас проекты «Капитальный ремонт детских садов, школ». Знаете, наш регион именно имеет свою индивидуальную особенность, потому что мы строили БАМ, мы возводили гидроэлектростанции, создавались поселки, населенные пункты, поэтому сегодня это нужно содержать, поддерживать. Я уверен, что то, что сказал сегодня президент, дал такой посыл, это хорошая командная работа федеральных структур, областных, муниципальных, и тоже, кстати, про муниципалитет, ну и, конечно, всех общественных организаций, за всех неравнодушных, кто сегодня и за Россию. Благодарю вас, Игорь Иванович, за то, что смогли вырваться и дать нам небольшой комментарий по посланию. Ну а вас, дорогие гости, мои соведущие сегодняшнего эфира, я тоже благодарю за то, что мы участвовали в обсуждении. Мы теперь знаем, как мы будем жить в ближайшие шесть лет и будем прилагать все усилия к тому, чтобы реализовать эти цели и задачи. Я напоминаю, что вы смотрели обсуждение послания президента Российской Федерации Владимира Путина. В эфире была трансляция «Послание президента было, стало, будет». Редактор субтитров А.Семкин